Добрый вечер. Первый участник нашей послематчевой пресс-конференции, главный тренер ЦСКА Леонид Викторович Слуцкий. Леонид Викторович, сначала несколько слов по игре. Ваше мнение. Не получилась у нас игра в атаке. Не только создали мы количество моментов, на которые рассчитывали. А когда не получается игра в атаке, понятно, что любой эпизод около твоих ворот может быть ключевым. Так, к сожалению, и произошло. Пожалуйста, вопросы. Все, спасибо. Спасибо. Главный тренер Амкара Гаджи Масленович Гаджиев. По игре несколько слов. Ну, вот к этому результату, в принципе, мы шли давно. Мы рады, что так получилось, что нам удалось обыграть ЦСКА. Мне кажется, что эта победа такая и важная, и заслуженная. Вот. Ну, заслуженная, потому что, собственно, моментов-то у нас все равно было больше, хоть территория владела ЦСКА, большей частью. Надо, конечно, отметить всю команду. Но мне кажется, что очень важную роль сегодня выполнял коломейцев. Мне кажется, что он давно так не играл. Ну, и в каких-то эпизодах мы, конечно, еще не так сильны, не так, может быть, мастеровиты. Но зато провели очень дисциплинированную игру и с максимальной отдачей. Так все, наверное. Вопросы, пожалуйста, да, Дмитрий. Киреев стал одним из героев матча. Его выход на поле после перерыва был запланирован. И почему он раньше как-то не доходил до основного состава? Ну, потому что готов был хуже. Готов был хуже. Раньше у нас и Курзинев не выходил. Тоже по той же причине, что несколько лучше были готовы другие игроки. А последнюю неделю Киреев выглядел очень достойно. И у нас были колебания, кого поставить. Стартовый состав его или Максима. Ну, отдали предпочтение Максиму, но Киреева как бы держали. Ну, как имели, как резерв какой-то, который мы должны обязательно выпустить. А Максу отдали предпочтение, потому что он до этого играл. Как бы в ходу, да, Киреев, первый матч. Там все-таки вынужденная получается замена у Макса что-то было? Нет, у Макса нет. Ну, мы хотели дать примерно по тайму. Но если бы, например, Макс сыграл бы ровно весь тайм, то мы бы его оставили еще минут на 15. А так как он нам показал, а вторую половину первого тайма сыграл не очень хорошо. Как набегался. Или еще по какой-то другой причине. Из-за отсутствия опыта. Поэтому мы его поменяли. Василий, пожалуйста, вопрос у вас. Ну, мне кажется, что сегодня матч судили заметно лучше. Я бы сказал бы, так же так, заметно объективнее, чем некоторые те предыдущие игры, которые нас судили. И поэтому каких-то возмущений у меня по части незасчитанного гола нет. А так, я сам не видел эпизод, но те, кто видел его, повторы. Там раздевалки, в принципе, уже говорили, что гол был забит чисто. Не будете против? Ну, я же сказал, что мне кажется, что судья судил объективно. Нам, в принципе, мы не говорим о том, что мы хозяева, и нам надо помогать на 5 копеек. Если пусть судят объективно. И мне кажется, что сегодняшнее судейство было объективнее, чем некоторые из тех игр, которые нам доводилось до этого играть. Когда ставили, например, пенальти, хотя нарушения, может быть, даже вообще не было. А если и было, то не в штрафной. Когда ломали бедра этому Богдану, и даже штрафного не было. Судья стоит рядом. Почему? Потому что срывается в этом случае контратака соперника. Пожалуйста, у кого еще вопросы есть? Если вопросов нет, поздравим нашу команду с победой. Будем ждать новых. Спасибо.